Драко 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 Армейский рукопашный бой может похватиться особым лояльным отношением со стороны властей всех уровней. Экипировка спортсмена на минуточку обходится порядка 50 тысяч рублей. Все это не считая прочих расходов на организацию, перевозки, проживание и пропитание. На уровне области у нас все хорошо. То есть все виды спорта, которые находятся в классификаторе, соответственно финансируются и область финансируют сборную команду Московской области, то есть обеспечивают поездки на первенство, чемпионаты, проведение сборов. Все это финансируется. Можно сказать огромное спасибо. Все заявки даже на этот год, которые поданы на следующий год, вернее, она полностью удовлетворена нам. Полтора миллиона нам выделено на следующий год. Честь нашего города на этом турнире традиционно представляли ребята молодежного центра «Щит и меч». Много лет подряд Егорьевский клуб является раздражителем для любого соперника. Сегодня, если говорить честно, в команде наблюдается небольшой спад. Это, как утверждают специалисты и тренеры, следствие смены поколений. Ребятам надо немного подрасти, набраться опыта и все вернется на круги своя. У нас, да, немножко получилось так, что у нас в свое время была очень сильная команда, очень много чемпионов России, которые достойно выступали за наш город и за область, и за Россию выступали на международных турнирах. Сейчас у нас немножко обновился состав, но, тем не менее, я считаю, что мы выступили достойно на этих соревнованиях. У нас два чемпиона Московской области, три человека, которые второе место заняли, и часть ребят, которые заняли третье место. Я считаю, что результат нашей команды довольно-таки приличный. Один из новоявленных чемпионов Максим Сухов долгое время занимался лыжами. В РБ пришел шесть лет назад. Поначалу не заладилось. Суровый вид спорта просто не желал поддаваться. Сегодня Максим один из лучших в своей категории. Все сложности отошли на второй план. Максим с уверенностью говорит о победе на чемпионате страны. Для себя он вывел формулу искусства побеждать. Главное настроиться, как вышел, какой вышел, с каким настроем. Так ты и проведешь бой. Главное не бояться. Если ты уже как бы боишься, то ты вряд ли выиграешь. По итогам первенства будет сформировано два состава сборной Московской области. Прошедших отбор ребят ждет первенство России в марте следующего года. И кто знает, может так случиться, чиновники Олимпийского оргкомитета наберутся смелости и решат включить АРВ в программу игр. И уж тогда держись, Олимпиада. Никита Макаров, Владислав Леник и Виталий Сидоров. Студия Тандем.ТВ специально для телеканала Телемост. Субтитры создавал DimaTorzok